Подведены итоги Восточного экономического форума 2023. В этом году ВЭФ собрал свыше 7 тысяч участников из 62 стран. На полях форума было подписано более 300 соглашений на общую сумму около 4 триллионов рублей. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ВЭФ посетил Дальневосточный центр искусственного интеллекта и ознакомился с ключевыми проектами. Напомним, Сбер и ДВФУ открыли центр ровно год назад. Одним из первых значимых результатов стала разработанная специалистами центра модель по мониторингу циклонов. Это был первый центр, региональный центр. Мы задумали такие центры, как своеобразную точку кипения, когда местные ребята с помощью экспертов Сбера разрабатывают решения, важные в масштабах региона, с перспективой масштабирования на Россию и на международную улицу. И в этом году мы на ВЭФ показываем результаты того, что мы сделали. В рамках цифровой трансформации клиентов Дальневосточного банка есть достаточно много вызовов касаемо искусственного интеллекта. В частности, компании заработающих отраслей большой запрос на расстановку судов в акватории. Расстановка флота в акватории – это второе мнение капитана, которое позволяет ему принять эффективное решение, которое позволит ему поставить судно в той точке, где необходимо, с целью наибольшего вылова и, конечно же, как костов на топливо. Соответственно, достаточно дорого идти с пункта А в пункт Б, и не всегда получается так, что там точно будет рыба. Как отметил Герман Греф, сегодня нет ни одной специальности, которая сможет существовать в будущем без работы с большими данными и искусственным интеллектом. Технологии искусственного интеллекта развиваются сверхбыстрыми темпами, находят свое применение в самых разных областях – от глобальных корпораций до частного предпринимательства. Поэтому задачи перед Дальневосточным центром стоят масштабные. Сейчас в работе модель оптимизации работы морского порта, распознавание морского тигра – другие актуальные решения. Аспекты, которым не всегда задумываются, но нужно это делать – это повышение экологичности искусственного интеллекта. Чем больше искусственного интеллекта, тем больше он потребляет электричество, отсоды. И вот по последним данным в пять раз вырос карбоновый след уже исчислений. Дальше будет только больше, так как с внедрением беспилотных машин, недавно читал статью, будет вообще прям большая проблема их экологических следов. Хотя казалось бы, беспилотные электрические машины. Мы здесь на основе разработок, которые были в команде Семена Буденова, DataSantist, с местными ребятами, разработали, имплементировали вот такую вот систему. Она уже внедряя в систему Unicampus DWFU, она позволяет в живом режиме отслеживать, какой карбоновый след потребляют ваше вычисление. Причем решение сделано в нескольких языках. К нам ходят иностранные делегации здесь, на ВЭФ, и всем вот это решение очень нравится. Мы готовы его взять. Ректор DWFU Борис Коробец подчеркивает, что все проекты Дальневосточного центра искусственного интеллекта разрабатываются в интересах развития Дальневосточного региона, а новейшими решениями уже заинтересовались за рубежом. Ирина Шилина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.